Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Объявление Национального собрания Республики Западная Армения. Не вся военная техника была перемещена с линии соприкосновения после учения Азербайджана. МИД Армении провел переговоры в Нью-Йорке. Официальные лица Израиля по-прежнему не хотят признавать свою вину за гибель экипажа российского Ил-20 в небе над Средиземным морем 17 сентября. Россия предостерегает западные страны от новых ударов по территории Сирии. В Багеше вспыхнул пожар. Фильм «Между руинами» на Сан-Себастьянском кинофестивале. На опросном листе вы найдете информацию на предпочитаемом вами языке, который поможет вам узнать, как именно можете поддержать своего кандидата. Ссылки вы найдете под описанием видео. На опросном листе вы должны 1. Написать на первой строчке имя и фамилию вашего кандидата. Далее заполните свои личные данные, чтобы стать гражданином Республики Западная Армения. Таким образом, ваше участие подтвердится и у вас будет право принять участие в парламентских выборах, зная, что можно голосовать лишь за одного кандидата. Вы можете прочесть биографию абсолютно любого кандидата в онлайн-режиме, нажав на имя и фамилию данного кандидата. Крупномасштабные оперативно-тактические учения, которые проходили несколько дней назад в Азербайджане, были завершены. Но не вся военная техника была перемещена с линии соприкосновения. Вместо этого Азербайджан угрожает военными учениями в Арцахе. Во время военных учений Азербайджан держал в напряжении Арцахско-азербайджанскую границу. Отметим, что начавшиеся со вчерашнего дня в Степанакерте военно-авиационные учения продлятся три дня. В этих упражнениях участвуют по одному подразделению самолетов и вертолетов. Ранее Армия обороны Арцаха распространила объявления, информируя о том, что согласно плану 2018 года, 25 и 28 сентября, включив военные самолеты и вертолеты, авиация, армия обороны должны осуществить тренировочные полеты. Целью тренировочных полетов является улучшение навыков персонала и повышение уровня боевой готовности. В Нью-Йорке 26 сентября при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова Российская Федерация, Стефана Висконти Франция и Эндрю Шефера США состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зохрапа Манацаканяна и Эльмара Мамедьярова. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспаршик. Встреча началась в расширенном составе, затем состоялась встреча глав МИД Тет-Атет. Глава внешнеполитического ведомства Армении подтвердил позицию и подходы Армении касательно исключительно мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Состоялся обмен мнениями по урегулированию конфликта, отмечена необходимость установления стабильного мира в регионе. Собеседники договорились продолжить диалог, в том числе в рамках предстоящего визита сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регион. На полях 73-й сессии Генассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Зохрапом Манацаканяном. Как сообщает МИД РФ, был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Особое внимание уделено российско-армянским отношениям. Глава МИД Армении Зохрап Манацаканя в рамках визита в Нью-Йорк провел встречу с главой МИД Индии Сушмой Суарадж. Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили вопросы, касающиеся углубления многовековых отношений между двумя народами и повышения эффективности сотрудничества. Была отмечена роль визитов на высоком уровне и работы межправительственной комиссии. Представив пути развития Армении, в частности в сфере высоких технологий, министр поблагодарил правительство Индии за последовательное содействие в этом направлении. Официальные лица Израиля по-прежнему не хотят признавать свою вину за гибель экипажа российского Ил-20 в небе над Средиземным морем 17 сентября. Завтра на 9-м канале израильского телевидения должно выйти интервью с министром обороны Авигдором Либерманом. Однако фрагмент беседы в качестве завтрака уже опубликован на странице телеканала Facebook. И этот фрагмент не случайен. В нем Либерман в очередной раз повторяет, что ответственность за гибель российского самолета полностью лежит на армии президента Сирии Башара Асада. «Мы 200 раз за последние годы атаковали иранские объекты или объекты Хезболы на территории Сирии. И ни один российский солдат не был даже поцарапан. Поэтому мы очень жестко поддерживаем все договоренности, все контакты, всю координацию, все точки взаимодействия с российской стороной. Странно, что в 201 раз мы бы это нарушили», — заявил Либерман. Андрей Кошкин считает, что определенные факты Авигдор Либерман старается использовать, чтобы еще раз подчеркнуть свою позицию, одновременно с этим обостряя отношения между Россией и Израилем в той сложной ситуации, когда, откровенно говоря, надо наоборот искать точки соприкосновения для того, чтобы консолидировать усилия и выйти на взаимопонимание между сторонами. Россия предостерегает западные страны от новых ударов по территории Сирии под очередным инсценированным предлогом. Это стало бы грубым нарушением устава ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров. Тревожная ситуация сложилась в вопросах химического разоружения. «Прежде всего, в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отправляющих веществ», — сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Он напомнил, что правительство Арабской республики уничтожило весь свой арсенал химоружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, закрепленной в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО. «При этом у террористических группировок есть боевые отравляющие вещества», — отметил Лавров. Комментируя односторонний выход США из иранской ядерной сделки, Лавров заявил, что это решение создает серьезную угрозу режиму нераспространения ОМУ. Как многие и до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках совместного всеобъемлюющего плана действий СВПД обязательством. И это регулярно подтверждается МАГАТЭ. «Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем и Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения», — сказал министр. В Багэше во время комендантского часа в лесах Сехи вспыхнул пожар. Губернатор Багэша объявил о чрезвычайном положении в некоторых районах и деревнях Багэша для проведения военных операций в этой области. 22 сентября в местах, где был объявлен комендантский час, вспыхнул пожар. Для тушения пожара не делается ничего, поэтому огонь и увеличивается. 22 сентября губернаторская канцелярия объявила комендантский час в некоторых районах Багэша и селах. Фильм «Между руинами» режиссера Озджана Альпера рассказывает историю разрушительного землетрясения в Сурье и Джизере и будет показан на одном из самых важных европейских кинофестивалей, посвященном 66-м кинофестивалю Сан-Себастьяна. Озджан Альпер известный своими фильмами «Весна», «Будущее длится долго» и «Воспоминания о ветре» проведет скрининг последнего короткого анимационного фильма в рамках 66-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Кинофестиваль стартовал 22 сентября и продлится до 29 сентября. Сан-Себастьян входит в список самых важных кинофестивалей в Европе. Фильм показывает опустошение, которое произошло в Сурье и Джизере глазами молодого поэта. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию танец Гайка Зунов. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!